Привет всем, меня зовут Диана, и сегодня я хочу поговорить с вами, как ваш safety rating влияет на ваш insurance и на вашу прямую прибыль. Если вы хотите узнать, что такое safety rating, то нажмите сюда, и вы перейдете на видео моей коллеги Вероники, где она очень подробно рассказывает, что такое safety rating и объясняет все его компоненты. Мы начнем с того, как ваш safety rating влияет на insurance. Каждый год, когда вы обновляете ваш insurance, то те брокеры, которые рассматривают вашу заявку на обновление insurance, обязательно заходят на safer портал, где они проверяют ваш safety rating. Исходя из того, какие у вас были инспекции в течение предыдущего года, они анализируют все показатели, какой индекс violation у вас на всех вот этих параметров, и они решают, какую цену, какой рейд вам дать на этот год. Поэтому очень важно, чтобы у вас был чистый safety rating, ну, примерно нулевой, это самый лучший показатель. И тогда компания insurance, когда будет обновлять вам на следующий год insurance, они будут давать более низкие рейды. На самом деле, конечно, есть и другой фактор, который влияет, это сколько аварий у вас было в предыдущем году и по прошествию нескольких лет. Это тоже очень важно. Плюс к этому есть и еще loss run. Ну, это уже другие моменты, которые на самом деле вы тоже должны обращать внимание. Но напрямую есть прямая связь между safety rating и insurance, и это связано. Если у вас не инструктированные водители, если они не соблюдают правила дорожного движения, то вероятность того, что ваши водители попадут в аварию намного выше. Поэтому компании insurance, они всегда анализируют эти данные, они понимают, как бы, как потенциальный клиент, насколько вы им выгодны. Следующий фактор, который также связан с вашим safety rating, это брокеры. Брокеры всегда проверяют сэфер-портал. Они проверяют эту базу для того, чтобы понять, насколько керриер надежный. Когда он открылся, сколько миль он проехал в этом году и можно ли ему вообще доверять какой-то load. Они, конечно же, проверяют, есть ли у вас insurance или нет, но это само-самое разумеющееся. Но есть и другие факторы, которые влияют на то, чтобы брокер давал вам более выгодные лоуды. Это ваш safety rating. Они обычно проверяют safety rating и больше всего обращают внимание на driving fitness или на horse hours. Потому что тот факт, что ваш водитель не соблюдает ELD mandate правила horse rules, это влияет на то, как быстро доедет лоуд из точки А в точку Б. Поэтому брокеры обязательно проверяют ваш safety rating и есть даже такие моменты, когда они могут отказаться вам дать лоуд. Или вам дать более дорогой лоуд, потому что у вас плохой safety rating и, возможно, вы вообще скоро закроетесь. А зачем брокеру строить какие-то связи с ненадежным керриером? Ну и идем дальше. Следующий фактор, который также связан прямо пропорционально с вашим safety rating, это факторинг. Если у вас компания больше 3-4 траков и вы думаете о том, чтобы выбрать факторинговую компанию, которая будет кредитовать ваши инвойсы, ваши лоуды, то в этом случае, когда вы заполняете все документы для того, чтобы получить лучший процент, факторинговая компания также заходит на сайфер-портал и проверяет ваш safety rating. Ни одна из этих компаний, брокеров, факторинговых или иншурансов, не хотят налаживать деловые отношения с ненадежными керриерами. Поэтому тот фактор, который показывает, что вы ненадежны, это ваш safety rating. Это показывает, как вы администрируете ваш бизнес, насколько у вас хороший safety manager, насколько у вас хороший аккаунтер, насколько у вас хорошие тренинги и ваши водители знают и соблюдают дорожные правила. Так что это очень важно в вашем бизнес-процессе, в ваш safety rating компании. Я вам советую зайти на сайфер-портал, поставить D.O.T. вашей компании и просмотреть, какой у вас там рейтинг. Если у вас все по нулям, то это идеально. Это означает, что у вас просто идеальная компания. Но если у вас есть по каким-то параметрам пункты вайлэйшенов, то это означает, что вы должны всерьез заботиться о том, как их убрать. Если вам нужна помощь, обязательно обращайтесь к нам, пишите нам комментарии, мы обязательно вам поможем. Итак, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик и ставить лайк. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok